Песня Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Елона Стоянова. Здраво, будь Елона! Здравствуй, Алексей! О чем мы сегодня будем разговаривать? Какую тему поднимать? Давай мы самую необычную тему поднимем – волшебную тему. Давай мы с тобой разберем, кто такие маги. Вот у нас есть знакомые такие слова – маги, ведьмы, колдуны, волхвы, ведуны, чародеи, жрецы. И нам с тобой нужно разобраться, чем они друг от друга отличаются. Или все-таки это синонимы, это одно и то же, потому что у нас в последнее время принято считать, что ведьмы и колдуны, и чародеи – это, в принципе, об одном и том же речи. Но, как я полагаю, это люди совершенно с разными титулами, с разным образом жизни. И давай все-таки подробно разберем. Ты забыл еще слово «волшебник» здесь представить. Да, волшебники, да. Потому что волшебная тема без волшебников, наверное, быть не может. Ну, давай разбираться. А у тебя какое представление по порядку, как у тебя это все обозначено? Давай каждому из них попытайся дать характеристику, кто чем занимается и кого боятся. Так, как я знаю из общения с магами, которые так себя величают, ведьмы – это ведущие люди. То есть ведьма – это ведущая мать, ведьмак – ведущий мужчина. Чародеи. Ну, возможно, вот по моему представлению, чародеи – это те, кто взаимодействует с чарами. Вот у нас есть чакры, а есть чары света. Возможно, взаимодействуют как раз с этими структурами. Но, опять же, это мое личное мнение. Я не претендую на какую-то определенную правду. Так, колдуны. Говорят, колдуны создают кола. И как раз это те товарищи, с которыми все-таки лучше не взаимодействовать, потому что они через себя пропускают определенных сущностей, духов, я бы так сказала, себя, можно сказать, впускают, и они очень опасны. Вот как раз колдуны, они бывают чернушниками. У нас еще есть шаманы, которых мы с тобой не затронули. Шаманизм отличает от колдуства тем, что шаманы взаимодействуют с духами, но в себя их не вселяют. Вот. Волшебство. Вообще, вот мое представление – вол. Вол, волшебник, все-таки относится к культу быка. Вот как я это понимаю. Вот вол, бал, вал. Волх – тот, кто приносил, возможно, какие-то обряды, он обряды, какие-то действия совершал как раз этими стихиями. Природы. Вот. Как-то так. Немного. А вот жрец, ну, тоже мне ассоциируется с обрядодеем. Но вот знаний вот по этому поводу очень мало. Понятно. Ну, давай по порядку. Значит, так. Ведьма. Ведьмак. Ведьма, ведущая мать, здесь очень просто. Та женщина, которая родила ребенка, которая знает, как его воспитывать. Хотя принято все-таки, чтобы мужчина воспитывал. Но я употребляю такие слова общие пока, чтобы не запудривать людям мозги, а договорить теми словами, которые им сейчас привычны большинству. Поэтому те, кто ведает, те поймут, что я имею в виду, что мужчины всегда воспитывают все-таки детей. Но большинство людей это не совсем понимает. Поэтому я и применяю слово «воспитывает» в отношении женщины. Вот та, которая и замужем, та, которая была вестой, та, которая родила ребенка, и та, которая уже в этом мире себя проявила как мать, как супруга, как берегиня со всех сторон. Вот это ведущая мать, ведьма. И когда нам пытаются рассказывать о том, что ведьма наводит какой-то мор, какую-то порчу, нас вводит в заблуждение. Настоящая ведьма никогда этого делать не будет, потому что ведущая мать прекрасно знает, что за любое деяние следует воздаяние. И ни один нормальный человек не захочет, чтобы воздаяние было для него очень и очень плохое. Те, кого называют ведьмами, и которые совершают какие-то нехорошие дела, наводят порчу, делают привороты и прочее, 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 это не ведьмы, это чернушницы. Чернушница – это абсолютно неведующее существо, занимающееся примитивной деревенской магией. И магией связанной с какими-то темненькими делами. Вот эта чернушница, ведьма, никогда плохого никому делать не будет, потому что ведает, что после этого произойдет с ней, с ее родом, с ее окружением. Ведьма – это в первую очередь ведущая мать, берегиня своего очага, своего дома, своей семьи, своего мужа, своей родни. И если это ведьма высшего уровня посвящения, то она может быть уже берегиней для своего сообщества, то есть общины, для веси, для копы, ну и так далее, и тому подобное. Еще раз говорю, никакой черной магии к ведьме относить нельзя. Это заблуждение. А вот чернушница – это пожалуйста. Она тебе преворотит что-то, она тебе и какую-то хворь нагонит, она тебе и скот загубит. Вот поэтому, когда у нас были охоты на ведьм, то это кто-то ввел кого-то в заблуждение для того, чтобы уничтожить самый цвет нашей нации. Наших родов, если правильно говорить. Дальше. Ведьмаг или ведьмак. В зависимости от того, какая буква, разные значения. Но суть от этого, ну она, конечно, меняется, но не радикально, не кардинально. Маг – это, понятно, это могучий, который может. А ведущий маг – тот, опять же, который никогда не будет делать того, что принесет какие-либо неудобства этому миру, природе, людям в ней живущим, то есть обществу, его семье, ему лично. То есть он придерживается очень простого принципа – благость себе, благость роду, то есть семье, благость обществу, благость державы. И обратно – благость державы, благость общества, благость семье, благо мне. Вот это ведьмаг, ведущий маг, то есть могучий, который что-то делает. Эти люди способны взаимодействовать с природой, со стихией и исправлять какие-то проблемы, которые чернушники иногда или сами люди в большинстве своем создают. А ведьмак – это, то ты уже сказала, это мужчина, который ведает, который, так же, как, например, и ведьма, может делать что-то очень важное для своего рода, для себя, для своего ближайшего окружения. Вот, примерно так, что касаемо ведьмы и ведьмака. Чара, чародей. Вот ты хорошо сказала тем, что связано с чарой, с чакрами и так далее. Слово «чакра» – это наше древнее слово, но не относилось изначально к восточным каким-то вот этим всем направлениям. Чакра – это божественное первичное сияние, которое иногда связывает с Солнцем. И в Египет оно пришло именно как божество Солнца, что, на мой взгляд, очень и очень упрощено. Все-таки сияние – это не есть Бог. Бог производит сияние. Но это примерно то же самое, как, например, представлять себе, что свет – это и есть сама лампа. Нет. Если лампу разбить, то от нее света не будет. Лампа светит, но она сама не является светом, она излучает свет. То же самое и здесь. Чакра – это взаимодействие в прямом и обратном движении в одном месте, в какой-то точке каких-то энергетических, то ли силовых узлов, силовых входов и выходов. Есть даже в Коруне чакра руна, которая как раз это означает. Движение в одну и другую сторону, завернутое в одном месте – и вход, и выход. Это и есть чакра. Поэтому ча – это как раз можно к этому отнести. Ра – это божественное сияние, мудрость света. Поэтому чару дей – это тот, который объединил сияние, свет вот в чем-то таком, в одном месте, где стихии соединены, в месте, где они взаимодействуют, и он с ними взаимодействует. Естественно, что объединение всего этого возможно в каком-либо объеме, в каком-либо пространстве. И естественно, что слово чара, оно и означает пространство, в которое что-либо помещают. Ча – ра. И чарами изначально назывались сосуды, которые вмещали в себя что-то светлое, что-то исцеляющее, ну, например, сурью. А потом уже у нас чарами стали называть то, что соединяет людей, то есть братины, чары-братины, когда производятся побратимые деяния, действия. И в конечном итоге чара дошла до нас уже в совершенно непотребном виде, когда там чарка, в которую налили какую-то брашку, и они сидят там, бухают. Вот это совершенно недопустимые игры слов, которые я предлагаю всем отметать из своего лексикона. Если у вас есть желание какую-то брашку налить, то чару тогда не используйте, а используйте какой-нибудь стакан, кружку или какую-то другую емкость, которая для вот этой вот ерунды будет подходить. А чара все-таки это более возвышенно, более глубоко. Поэтому чар-дей – это тот, который производит деяния рядом с каким-либо сосудом и туда что-то помещает. Вот так вот в более упрощенном варианте. Сосуд этот может быть виртуальный, но чаще всего это практически какой-то сосуд, и он что-то здесь делает. Естественно, что когда мы употребляем слово, в котором есть «ра», то есть сияние божественной первичной мудрости, то в этом случае тогда чара-дей не может быть, опять же, каким-то гадом, который кого-то хочет извести. Но когда у нас идет разговор о какой-то мудрости, то в этом случае может применяться вариант чара-мутия. Вот чара-мутия уже могут использовать в неблагих делах часто, но если мы исходим из древнейших наших представлений, то чара-мутия – это некое секретное послание, какая-то такая головоломка, загадка, которая объединена в чем-то где-то и которую могут разгадать люди из твоего клана, из твоего рода, из твоей семьи, из твоей касты. Вот это вот чара-мутия. Чтобы другим было непонятно, но тебе стало все ясно, как только ты с этим встретился, потому что у тебя есть код для расшифровки этого чара-мутия. А для непосвященных людей чара-мутия может быть еще и отторжением и заблуждением в какие-то, может быть, странные деяния и в конечном итоге может привести к смерти, потому что та сила, которая находится в этой чаре, может как излечивать, так и уничтожать того, кто с ней соприкасается по неумению. Вот поэтому чара-дей – это тот, который с этими силами взаимодействует. И если неумело что-то делается или кто-то неумелый к этому подходит, то может быть очень-очень неприятное неприятное последствие для того или для другого. Дальше. Колдун. Страшное слово. Колдун. Колдунья. Ничего на самом деле здесь страшного нет. Кола – это рядом, это вокруг. Колокол. Есть такое понятие колодец. Есть такое понятие колобок. То есть круг или округ, околица, где рядом что-то происходит или внутри этого что-то происходит. То есть, опять же, где есть некий круг, в котором что-то происходит или рядом, с которым что-то происходит. Так вот, колдун – это тот, который производит какие-то действия рядом с дуньей. Дунья – это такая возвышенность с определенным умыслом сделанное, на который могут производиться какие-то деяния. Например, колдун может следить за огнем, чтобы он не погас. Колдун может принимать какие-то жертвы от тех, кто собрался на какой-то праздник, и эти жертвенники или требы с собой они приносят и через колдуна отдают в огонь. Колдун есть языческий – это уже упрощенная форма, когда именно он является посредником между людьми, пришедшими, и огнем, между огнем и высшими силами, которые могут быть, ну, как правило, конечно же, многие думают о богах. А в более древнем представлении до язычества это был жрец, который отвечал за определенные действия рядом с этой дуньей и на самой дуньи, которые не ограничивались только требами и жертвами. Причем, отмечу, жертвы колдун никогда кровавые не приносит, потому что если он относится к жреческому такому вот ходу, то он прекрасно понимает, что будет за то, если дунью осквернить кровью. Неважно, чья это кровь – животное, его самого, или это, может быть, врага какого-то, неважно. Если дунья оскверняется, она больше с божественным в связь входить не может. И с точки зрения язычества, и с точки зрения ведичества, и с точки зрения древнейших знаний и умений. Поэтому, если вдруг на дуньи приносится жертва или треба кровавая, то знайте, что это уже близко к чернушничеству. Это переход уже к обращению к темным силам пекельного мира. Или, как сейчас называют, демонического мира. И здесь, скорее всего, вам придется, кто в этом участвует. Воздать чем-то своим взамен того, что вы получите при этой жизни. А в дальнейшем с вами будет разговор еще более интересный, потому что, когда вы у кого-то что-то взяли в долг, то в этом случае вам придется этот долг отрабатывать. Здесь вы можете приносить кровь, вы можете резать глотки как животным, так и людям. Это вроде бы казалось, вы отдаете долг, но с другой стороны, на самом деле, вы только все глубже и глубже в это втягиваетесь. И вам придется после смерти этот долг отдавать. Но там уже под рукой у вас не будет того, чью кровь можно пустить. То есть, гаваха вы уже на том свете не получите, а отдавать придется. Поэтому предостерегаю тех, кто возобнил, что они могут заключить договор с какими-то темными силами из пекельного мира, подчинить их, или быть с ними так и побративными, так по-небратски с ними относиться. Уверяю вас, вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Вас, скорее всего, кто-то ввел в глубочайшее заблуждение. Но ввел-то у вас заблуждение один, а отвечать-то придется вам. Будьте осторожны, прежде чем во что-то в это вляпываться. Далее. Шаман. Шаманизм, как ты сказал, это взаимодействие с духами. Да, шаманизм, это взаимодействие с духами, это упрощенная форма ведического взаимодействия с силами природы. В частности, с духами. И в большинстве своем шаманы сегодня встречаются темные. Те, которые взаимодействуют с так называемыми духами темного нижнего мира. Хотя, если уж следовать нашей традиции, слово «дух» никогда не может быть представительным пекельного мира. Дух – это делающее добро, объединяющее вот это вселенское равномесие. Равновесие, которое служит высшим представителем самых высших миров. Вот это является дух. Поэтому дух может быть святой, дух может быть у человека. А вот то, что называют неупокоенными духами, это не дух, это сущность, неупокоенная сущность, которая по каким-то причинам сорвалась вот сюда, на этот уровень, и здесь она покоя не может найти. И она метается, как кое-что в проруби, потому что по каким-то причинам, то ли Гаваха много здесь наелась в свое время, совершал какие-то неприличные, нехорошие поступки, то ли не закончила какое-то дело и не указали, куда это идти, то ли сбилась с курса, потому что попала в Зазеркаль, мы об этом поговорим как-нибудь, может быть, в следующей передаче. Но это вот как раз сущность, это не дух. Хотя изначально, может быть, когда-то было такое понимание этой сущности, что она являлась духом, или, может быть, дух какой-то подчинялся ей, потому что дух, душа, сущность, они взаимосвязаны между собой, и как-то мы об этом уже говорили. Так вот, шаманы, темные шаманы или стандартные шаманы, не белые шаманы, а сейчас многие себя называют белым шаманом, на самом деле делают все то же самое, что и обычные другие шаманы, это те, которые обращаются к нижним мирам, чтобы оттуда что-то получить. Понятно, что нижние миры это миры пекельные, которые где-то называются адом, где-то там еще как-то называются. У нас это банные миры, пекельный мир, где очищаются души, или сущности, или дух наших, с вами здесь явлений, нашего бытия вселенского. Прежде чем отправиться в мир иной, необходимо здесь чиститься для того, чтобы куда-то там вот уйти. Поэтому для нас ада не существует, существует пекельный мир в виде банки. Но кто-то здесь запачкался очень сильно, и придется в этой банке попариться достаточно большое время при очень высокой температуре, чтобы гадости и заразу с собой в божественные миры не тащить. Кто-то, ну, изляпался чуть-чуть, придется там попариться, а кто-то туда зайдет для того, чтобы насладиться этим парком и венечком березовым или дубовым. Вот. Так что шаманы – это, на мой взгляд, хорошее, конечно же, направление, все отлично, здорово, там есть наши едические корни, но они уже были достаточно сильно упрощены. Но ведущих шаманов я встречал и знаю, что это очень добрые люди, которые никогда дряни никакой людям не делают. Но инструментарий, который они используют, он очень-очень так заточен на взаимодействии с теми мирами, и там надо быть им очень и очень осторожными. То есть инструментарий заточен на общении с теми самыми мирами. Дальше. Волшебство. Волшебник. Вот ты сказала, что это культ быка. А что, по-твоему, культ быка? Ну, культ быка, мы знаем, раньше было вал, бал. Причем, сейчас скажу даже такое слово, дия, вол, тоже слово вол присутствует. Даже есть девы, девица, дев, дьявол. Туда куда-то уходит. Честно, информации очень много. Поэтому для того, чтобы говорить по месту и по делу, вот я лучше тебя послушаю. Потому что все, что мы читаем в интернете, может существенным образом отличаться от того, что есть на самом деле. Вот так вот. То есть перевела стрелочки на меня. Ну, ладно. Да. Хорошо. Итак, волшебство. Да, здесь на самом деле присутствует вол. Вол – это такое существо животного мира, которое очень сильно и которое можно использовать в каких-то благих целях. Или вол может, если взбесятся, нанести какой-то урон жителям. И, в общем-то, его сила пойдет на что-то не очень хорошее. Поэтому волшебник – это тот, который может управлять какой-то силой, которая находится вне его. Вол – шеб – ник. Волшебство. Естественно, это уже то, что порождается силою и оно взаимодействует с чем-то в этом мире. Что-то куда-то направляет, что-то где-то там собирает и получаются какие-то результаты. Поэтому волшебник, он может быть и добрым, он может быть и злым с точки зрения человека. Вол – сила есть. Как говорится, да, некоторые говорят, сил есть, ума не надо. Так вот, если это без ведовства используется, то в этом случае, скорее всего, такое волшебство принесет множество проблем. И будет песенка про волшебника «Недоучку». Но там все обошлось так смешно, а тут-то будет все происходить в этой жизни и очень-очень серьезно. Печально то, что есть многие люди, которые от природы обладают инструментарием волшебства, но при этом идут по дорожке неосознанной, непонятой и творят, как им кажется, добрые вещи или добрые деяния, которые вызывают кучу и кучу проблем, как для них, так и для окружающих. Волшебство и волшебник очень часто связываются с магией. Вот магия – это как раз из этой же серии. Слово «могу», «могучий», «маг», «могол» – это тот, который может, который что-то может передвигать, направлять, двигать. «Маг», «могучий», «двигающий». Ну, одно из расширений этого слова, из понятия. Там, естественно, существует множество понятий, потому что это можно писать руницей, это можно писать буквицей, и в каждой букве существует множество, в каждой букве существует множество значений, плюс это еще слоговое письмо, и в рунице там еще больше значений. Поэтому я какие-то отдельные только привожу примеры, которые по месту можно как-то расшифровать. Поэтому волшебник и маг, они, ну, как сказать, не одно и то же, Но это такие братья, которые занимаются во многом схожими делами. Вот если это ведущий маг, ведьмаг, то в этом случае он никогда на сторону, как мы говорим, зла или пекельного мира переходить не будет. Он будет знать примерно границы, и от этих границ будет стараться держаться подальше, чтобы не наделать каких-то дряней, которые потом на него же и возвратятся. По закону бытия, напоминаю, всемирного бытия, вселенского бытия, есть такое простое правило. Если ты что-то совершил, ты за это несешь ответственность, и тебе придется это изведать. Точно так же, как повару на кухне, который что-то готовит, придется изведать и на себе ощутить, насколько это вкусно, насколько это здраво или насколько это отрава. Помните, когда Иван Васильевич имеет профессию, он говорил, изведай, боярин, из моей яичарки, или из моего кубка. Вот из этой же самой серии. Готовишь, подойди при мне, попробуй. Из моей тарелочки, на, я тебе отложу, вот теперь скушай, я посмотрю, что с тобой произойдет. Вот примерно то же самое. Только здесь не маленькая порция дается, а дается полноценная порция, да еще с избытком, чтобы уж наелся, так наелся. Что до пузы, то, что называется, до самых не могу. Вот, поэтому любой волшебник, маг, ведун, ведущий маг, чародей и прочее, всегда получит полное воздаяние за свои дела. В любом случае никуда от этого не деться. Здесь ли, в другом мире. Причем бывает так, вот те, которые чернушники, независимые там волшебники, они или маги, они уже как называются. Главное, что чернушники, те, которые с пекельным миром взаимодействуют, залезают в разные религиозные течения, оттуда что-то достают и так далее, и тому подобное. Бывает так, что вроде бы при жизни у них все хорошо. Вот все замечательно, ну все прям прекрасно. Все у них получается, на них смотрят себя, удивляются и завидуют. Но не понимают, что их здесь используют для того, чтобы вы завидовали. Их здесь поддерживают вот те самые пекельные ребята, красноглазенькие и остроухенькие, и остророгенькие с хвостиками, а может и без них, которые специально их поддерживают для того, чтобы у них все здесь было, и вообще, что бы они делали, им за это ничего не было. Для чего? Чтобы многие доверчивые граждане подумали, что ну вот же они живут, у них все хорошо, и большими стройными рядами, с барабанами, с флагами, транспарантами, с песнями пошли в этом направлении. За таким вот козлом отпущения, за таким вот козлом на бойне. Ему-то козлу ничего не будет, он этой бойне свой, а вот с вас будут шкуру драть, встречи вас будут, ну и так далее. Поэтому будьте осторожны, не доверяйтесь. Много написано произведений, когда вроде бы все было гладко и хорошо, договора подписывались, замечательно, а потом приходилось отвечать в конце жизни. И ой, как умирать не хотелось. Поэтому когда в простонародье говорят, вот там ведьма дохнет, она воет, кричит, и пока она кому-то силу не передаст, она не уйдет. Но это ведь чернушница дохнет, еще раз напоминаю, это не ведьма. Ведьмы уходят очень легко, очень просто и с радостью, с улыбкой на лице, потому что это ведущая мать. Также и ведьмак уходит, и ведьмак уходит легко и хорошо. А вот которые с пекельными чернушниками, чернушники с пекельным миром связаны, вот они уходят тяжко. И на самом деле надо кого-то взамен себя оставить, потому что по договору нельзя просто так уйти, надо кого-то здесь оставлять. Теперь жрец, ведун, волх. Вот давай про это теперь поговорим. Что ты мне можешь сказать, поведать по этому поводу? Кто это такие? Ну, давай начнем с самого простого. Ведун, тот, кто ведает, соответственно, у него есть знания с потока, с родового потока, с божественного потока он их получает. Жрец, опять же, не ведаю, не знаю, потому что есть слово «жрать». Я не знаю, можно ли его применять сюда, вот, поэтому сложно ответить. А какое у нас еще было слово, которое ты мне сказал, я его? Волх. Точнее, Волх. Но опять же, Волх. Ну, тот, кто управляет силой природы. Тот, кто управляет дождем, солнцем, стихиями. Замечательно. Давай, Стас, с простого начнем. Ведун, на самом деле, ведущий, ведущий человек, который ведает, что он делает, живет по веде, по ведам. Причем по ведам может быть писаным, может быть по ведам не писаным. Это мудрец, это хранитель знаний, который просто так ничего в этом мире не делает. Он всегда осмысляет происходящее, всегда свои возможности определяет и что-либо производит. Ведун может быть одновременно и ведущим магом, и чародеем, и колдуном, и, может быть, даже шаманом. То есть он может в разных направлениях двигаться. Главное, что он не нарушает бытия природы, никогда не вызывает того, что разрушит его, его семью, то есть род, его общину, его общество и державу. Вот это ведун. Ведунов и сейчас у нас очень и очень мало. Много себе людей называют ведунами, но если присмотреться, как они живут и что они делают, то мы видим очень много несостыковок. Первый параметр ведуна – он живет по ведическим, по конам, по кону он живет. То, как требуется жить нормальному человеку. В ладу с природой, свято чтя великомудрых предков и исполняя те заветы, которые нам предки оставили. Естественно, исходя из современных условий. Поэтому недостаточно ведуну зазубрить какие-то правила в виде, например, заповедей. Ведун должен знать и писаную веду в виде заповедей, и получать еще знания из окружающего мира, от людей и от божественного уровня. Вот это ведун. Это может быть, еще раз говорю, библиотекарь, хранитель знаний. Это может быть ведун, который на уровне князя находится, ведущий яс, то есть знающий кон и в ясе, то есть в ясности его содержащий, доносящий до других и следящий, чтобы яса не нарушалась. Отсюда слово «есаул» идет, тот, который обязан следить за порядком в порученном ему каком-то войском подразделении или на какой-то территории. Ну, мы сейчас опять туда залезать не будем, это отдельная тема. Ну вот, в общем, ведун, ведущий человек, который никогда плохого ничего не делает ни себе, ни роду, семье, ни общине общества, ни державе. Дальше. Волхвы. Волхвы есть проявленные в этом мире, они живут среди нас. Есть волхвы, которые достигли божественного уровня, и они уже переходят на другой уровень. Это волхвы, ну, они уже по возможности, их можно сравнивать с легами, орлегами, высшими духами, служебными какими-то богами-покровителями, богами, то есть там целая своя, ну, и современным языком говорить, иерархия, то есть взаимосвязь, когда они могут что-то проявлять как на земле, так уже за пределами земли. И это вот, что находится за чертой жреца. Есть волхвы нашего земного уровня, а в них больше говорят, чем о тех, которых я произносил сейчас до этого. Значит, земной уровень, он может присутствовать в любых варнах. Волхв тот, который проявляет силу, соединяющую устои земли с небесами, то есть вселенское такое начало, то есть он опять же, ведущий должен быть человек, он не должен что-то разрушать. Волхв, это может быть, и как там есть расшифровка, волоховающий, ну, может быть, это какая-то узкая специализация, я таких не встречал. Это может быть волхующий, то есть тот, который что-то делает с точки зрения силы. Это может быть волховатый, это может быть тот, который просто вот в общине находится для того, чтобы, например, следить за какими-то деяниями общинников, за какими-то потребностями в этой общине. Например, там вызвать дождь, затушить пожар, какие-то там соединить еще взаимодействия других стихий и так далее, тому подобное. То есть это ученый муж, который умеет взаимодействовать с силами природы, который может со стихиями взаимодействовать. Это волхв. Он может быть во всех варнах, кроме самой начальной ниши, под варны из первой варны. То есть среди смердов волхвов быть не может, потому что на уровне рабского мира ощущения, понимания и только-только пробуждения в этом мире волхвов не бывает. Им инструментарий перекрывается, иначе если такой начнет что-то делать, то всем будет плохо. И инструментарий волхва раскрывается от малого к большому по движению варн. От первой варны к четвертой варны. Чем выше варновость, то есть выше осознанность, выше предназначение, тем больше могущества. Тем он больше может быть магом ведущим, он может быть волшебником, он может быть чародеем, он может быть хранителем и так далее. С большими обязанностями на него влагающими. Но обязательно ведун – это тот, который ведает, что он делает. Никогда черненьким он не будет. То есть чернокнижники все и так далее, чумазики вот эти – это не про него. Это волхвы, то есть волхвы есть высшего уровня за пределами человеческого сознания, и волхвы есть проявленные у нас здесь. Жрец. От слова «жрать» ты сказал? Ну, замечательно. Человек-то говорит, это тот, кто жертвы приносит, вернее, кому приносит жертвы, или он приносит, а потом, иначе жертва жрет. Ну, это, опять же, интересный такой разворот наших недругов, или людей, которые очень глупые, повторяют за нашими недругами что-то. Конечно же, жрать можно, это все здорово, замечательно, но жрать – это означает, вообще-то, жизнь в себя твердо поглощать, впитывать, жрать. Вот. Жрец – это жизнь рекущий. Жизнь рекущий – это, опять же, тот, который ни в коем случае не связывается со всякими черными делами, спекельными мирами. То есть он не может служить пекельным мирам. Жрецы – это высшее проявление варновости здесь, на земле. Жрец не может быть в первой варне, не может быть во второй, не может быть в третьей. Жрец может соединяться с ними, может им помогать исполнять свое предназначение, но сам он находится за пределами этих трех варн. Его задача – получать знания, переводить их в веду, доносить эту веду до высшего уровня варновости, который находится рядом с ним. Это, как правило, азы, это, как правило, человечье, это, как правило, витязи – управленцы высшего порядка. Во вторую очередь, если таких рядом не оказалось, он доносит до мастеров в весе человеков, и уж совсем, если там все очень тухло и плохо, он доносит до тех, которые здесь вот только-только начинают становиться людинами и жителями, которые разбираются, как жить на этой земле, чтобы не нарушать свое естество и не уничтожать себя, свой род, свою общину, свою державу. И вот с ними иногда жрецы сталкиваются. Но все-таки это не уровень жрецов, потому что для этого есть управители начального уровня из своей варны, есть управители младшего звена из соседней варны, которые мастера, которые могут быть торговцы, могут быть начальники каких-то подразделений, человеки, и высший уровень управления – это уже человечи, и переход в азы туда повыше еще, или их еще называют витязи. Поэтому жрец, его задача в первую очередь принимать веду неписанную, переводить ее в веду сказанную, и иногда доносить в варианте веды писаной, то есть взаимодействие с высшими структурами общества, с циариями, царями, святейшими, князьями, свитязями, просто с князьями, боярами и так далее и тому подобное. Вот это то, что касается жреца. Естественно, что жрец в любом случае является и ведуном, и где-то он может быть и колдуном, если на него возлагаются такие обязанности, то есть проводить какие-то обряды. Но, как правило, жрецы стараются в обрядовость не лезть, потому что обрядовость – это переходный вариант взаимодействия со стихиями, с богами, с предками, с духами и с чем-то там еще, что взаимодействует между ними. Жрец напрямую взаимодействует со всем перечисленным, поэтому он, как правило, в обрядовости не участвует, ему это не нужно. Но жрец может быть хранителем веды, писанной как библиотекарь. Вот когда я говорил про ведунов, вот ведун высшего уровня может быть и жрецом. Жрец может быть хранителем какого-то добра, которое есть в общине, которое есть в державе. Он, то есть, ответственный не распорядитель, а ответственный за хранение и умножение. Вот это может быть. Но, как правило, до этого тоже жрецы стараются не опускаться. И еще один уровень, который надо понимать. Жрец всегда живет так, как живет простой человек. Никогда жрецам нет необходимости жить в каких-то хоромах, типа теремов, дворцов и прочего. Жрец старается жить так, как живет самый обездоленный человек в том месте, где он проживает. И если жрецу община преподносит в дар какие-то хоромы, квартиру, дачу, дом современным языком, виллу и что там еще у нас есть, фазенду, он всегда посмотрит, а не нуждается ли кто-то больше, чем он в этом. К примеру, если это большой дворец, а в общине нет такого общинного дома, то, что называется дом пионеров или какой-то клуб, то он, скорее всего, переадресует это здание на общинные дела. А сам будет довольствоваться тем, что у него есть. И община, опять же, будет заинтересована в том, чтобы каким-то образом, опять же, ресурс что-то такое подарить, чтобы он лучше жил. Но если он увидит, что рядом живет нищий человек, он прилюдно подарит этот дом, эти хоромы, нищему человеку, чтобы община поняла. Сначала уберите нищету, создайте достаток. Не знаете, как придите ко мне, я вам расскажу. А вот потом уже от достатка мы будем строить себе терема, дворцы, что вам надо. Но сначала должен быть достаток в общине, достаток в державе, достаток в семьях. Вот это подход жреца. То есть это высший уровень волховства, это высший, ну даже нет, не волховства, это высший уровень ведовства, понимания и осознанности. И получение знаний непосредственно свыше. Вот кто такой жрец. Поэтому жрец не может находиться в какой-либо варне, кроме своей. Это могут быть какие-то там ведуны, которые исполняют жреческие обязанности, например, в первой, второй, там, третьей варне. Вот ведуны могут быть, но не путайте их со жрецами. И тем более ведущий, тем более жрец не будет жрать все подряд, чтобы насытить свою тробу, когда другие голодают. Жрец всегда заботится о державе. А поскольку держава – это люди, это человеки, это человечьи и азы, он в первую очередь думает о том, как живут эти люди. И если какой-то голод, никогда жрец жрать не будет. Почему? Потому что он, как высшее проявление варновости, ответственен за все, что происходит в державе. И если наступил голод, значит, он виноват. То, что он не получил эти знания, значит, он не жрец. Если он получил, значит, он их не передал, значит, он тоже не жрец. Если он передал криво, значит, он тоже не жрец. Потому что жрец обязан уметь говорить со всеми уровнями, со всеми варными, со всеми их проявлениями. Неважно, витязь ты, президент какой-то, царь или князь, или боярин, или какой-нибудь там смерть. Он обязан со всеми уметь говорить. Каждому обязан донести на его понятном языке, с точки зрения его мыслей, то, что необходимо. Поэтому, если он допустил в этой державе голод, в первую очередь голодать должен он. Если нет достатка в державе, в первую очередь бездоленным должен быть он. Потому что он виноват в том, что произошло. Он не смог это все предотвратить. Он не смог донести. Потом должен отвечать царий, державник. Потом должен отвечать витязь, управленец высшего звена, боярин, князь и так далее. Вот они во вторую, в третью, четвертую очередь несут ответственность. Но в первую очередь несет ответственность жрец за то, что происходит в державе. Хотя жрец никогда не сидит на троне и никогда никем и ничем не управляет. Ему это просто не надо. Он это все уже давным-давно прошел. Ему это неинтересно. Он видит свой погребальный костер. И он желает встретить своих родичей, своих предков достойно, чтобы сказали ему там, ну слушай, ты тут вообще молодец. Ты так все классно сделал. Посмотри, как люди классно живут. Какой мир на всей земле. Вот это настоящий жрец. Все остальные это могут быть обряды Деи, те, которые проводят обряды. Это могут быть волховатые, волхвы. Это могут быть волшебники, шаманы, колдуны, чародеи. Ну и так далее и тому подобное. Надеюсь, я дал ответ на твой вопрос. Да, причем у меня появились еще новые вопросы. Четыре. Я думаю, все-таки давай их поднимем в следующей передаче, потому что для этой передачи и по времени достаточно, и информация, которую ты дала, она объемна. Ее необходимо, можно сказать, обдумать, питать в себя. Поэтому давай продолжение передачи мы сделаем в следующий раз. Хорошо. Давайте поговорим в передаче. Давайте поговорим в следующий раз на ботике нашего замечательного Василия Васильевича. Прощаемся с нашими слушателями и зрителями. И напоминаем о том, куда надо обращаться с вопросами. Прощайся. Я вам желаю, мои дорогие зрители и слушатели Народного славянского радио, относиться с пониманием каждому слову, не разбрасывать слова на ветер и понимать, когда речь идет о ведущей женщине, а когда речь идет о женщине, которая занимается черными делами. Ну, собственно, в последнее время очень любят говорить на представителей чернушников, да, что это ведьма или ведьмак, и как-то очернять статус ведущего человека. Я считаю, что необходимо с долей уважения и почитания относиться к таким людям. Вот. Как-то так. Доброе пожелание. Ну что ж, я поддержу его и скажу, прежде чем кого-то назвать чернушником или ведуном разных уровней, разных рангов, вы посмотрите на дела этого человека, потому что ибо по делам вы можете узнать, кто перед вами. А если вы чуть-чуть еще заглянете подальше, то и по результатам дел. Вот в ведическом нашем направлении все определяется не словами и даже не движениями во время дел, а результатами наших дел. Поэтому желаю всем здравомыслия, рассудительности и ведания. На Син с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов, Елона Стоянова. Пишите свои вопросы в передаче «Давайте поговорим» на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт slavradio.org Это канал в ютубе youtube.com slash slavradio. Одно слово. Slavradio. Желаю всем добра. Быть добру. Увидимся и услышимся. До новых встреч. До свидания. Штурмовать далеко море Послала нас страна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok